добрый день друзья сегодня я хочу предложить вам рецепт безглютеновых блинчиков у кого-то аллергия на глютен или вы не хотите давать например детям много мучного вы можете попробовать приготовить такие блинчики блинчики любят все но не всем их можно кушать поэтому как альтернативу попробуйте приготовить такие блинчики нам сегодня потребуется молоко немного растительного масла чуть-чуть сахара чуть-чуть соли яйца и будем использовать вот такой или любой другой пудинг какой у вас есть и какой вы сможете купить у меня сегодня шоколадный значит у нас сегодня блинчики будут шоколадные все начинаем готовить в миску разбиваем яйца высыпаем туда сахар сахара кладите так как вам нравится хотите послаще хотите по такие сладкие я дам рецепт на не очень сладкие блинчики немножко щепотку соли все венчиком хорошенечко перемешиваем разбиваем взболтали яйцо с сахаром с солью добавляем немного молока не все молоко сразу отчасти все хорошенечко перемешиваем и будем добавлять туда наш пудинг высыпаем пудинг все хорошенечко перемешиваем перемешиваем до однородности перемешали тесто туда однородности вливаем остатки молока вливаем растительное масло все хорошенечко перемешиваем и наше тесто готово теперь отставим и дадим ему постоять минут 10 и начнем выпекать наши блинчики сейчас покажу другой способ если у вас нету пудинга примеру мы можем спокойно заменить пудинг крахмалом и добавим ванильный сахар у нас получится ванильные блинчики делаем все то же самое по той же схеме как мы делали и шоколадные то есть разбиваем яйца добавляем молоко добавляем сахар соль всыпаем крахмал ванильный сахар и все разбиваем также как мы делали шоколадный вот так размешала счастью молока яйца добавляю туда крахмал все хорошенечко перемешиваем в этом тесте нужно учитывать что при выпечке нам придется каждый раз тесто наше перед каждым блинчиком взбалтывать размешивать потому что крахмал он оседает когда стоит ну постоит тесто поэтому это нужно не забывать вот так размешали крахмал влили молоко как я говорила я туда добавила ванильный сахар и точно такое же тесто как у нас шоколадная готова ванильная и тоже даем ему постоять минут 10 и тогда начнем тоже выпекать все выпекать мы будем сегодня на блинной сковородке для начала разогреть ее хорошо добавьте чуть-чуть растительного масла потом может быть вам не потребуется большее масло так как мы добавляли в тесто но для начала мы вольем чтобы быть уверенным не забываем перемешать наше тесто так как крахмал мог осесть за это время и уже хорошо разогретую сковородку вливаем нужное количество нашего теста и распределяем его по сковородке так как мы делали бы тонкие блинчики тесто немного жиже чем на простые блины но это нормально так и должно быть буквально несколько секунд поджариваем на секунд секунд 30 на одной стороне и потом переворачиваем поджариваем на другой переворачиваются эти блинчики очень легко перевернули на другую сторону и поджариваем вторую сторону блинчик готов снимаем со сковородки и вливаем следующую партию не забывая перемешать как я говорила распределяем и выпекают от наши блинчики до конца ванильные блинчики выпекаем к тому же принципу хорошенечко перемешайте тесто потому что крахмал немножко более плотный чем пудинг да у нас был он такой более не соседает таким осадком хорошенечко перемешали и выпекаем блинчики по той же схеме что мы делали и шоколадные вливаем небольшое количество и буквально несколько секунд с одной стороны несколько секунд с другой и наши блинчики будут готовы и так выпекаем до конца вот такие нежные мягкие ажурные блинчики у нас сегодня получились они достаточно вкусные и полностью безопасные для вашего здоровья так что если вам понравилось видео если вам оно было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с вашими друзьями мне будет приятно почитать ваши комментарии и обязательно заходите ко мне в гости еще приятного аппетита и до свидания